Что поменяла смерть Навального в российской оппозиции? Сейчас кто будет этим лидером? Юлия Навальная, да, безусловно. Никто не должен был соглашаться с лидерством кого бы то ни было. То есть это вечное-вечное перетягивание делал друг на друга. И когда вышла Юлия Навальная, вдруг даже самые строптивые сказали, ну да, Юлия Навальная. Возможно, это премьер Тихановской. Возможно, это просто самая логичная кандидатура после гибели Навального, которая, да, действительно взяла его знание. Возможно, просто это наступает новая эпоха. Перестали спорить о феминизме. Ну всё, ну всё, ну вот, вот же, ну вот. Верла Пардаймс её знают? Знают. Она женщина, женщина. Мужики послушно сели, послушно сели. И я почему-то верю. Я почему-то верю в то, что не то чтобы Юлия Навальная, как орлянское дело, как Жанна Дарк изменит мир и выиграет 100-летнюю войну, и вернёт корону дофину и так далее, и так далее. Но что-то подобное, да. Что-то подобное. Просто как влиять на внутреннюю политику России, если же вся оппозиция и Юлия Навальная, они за границей, да? А вот россияне сейчас вышли, и может случиться так, что похоронили Навального, и всё, об этом все забудут, и уже никто не будет обращать внимания? Нет, 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 не забудут ни Навального, ни Немцова, никого не забудут. В этом нет большой беды, в конце концов. Ну, слушайте, генерал де Гольф всю войну практически пробыл в Англии, за что был очень сильно бит и ненавидим, казалось бы, изнутри. И сейчас об этом вспомнить, да, национальный герой, которого не любила вся Франция за то, что он в Англии, пожалуйста. Степан Бандера, убийца был в Мюнхене. Ну что, перестал быть национальным героем? Не перестал. Не буду вспоминать чёртова Ленина и так далее, да? Ну да, бывают времена, когда люди уезжают за границу, потому что народе их ловят, ловят и убивают. И если мы хотим всё-таки каких-то изменений, да, иногда бывает лучше скрыться. В эмиграции очень много неприятного. И эмиграция ни разу не сахар, особенно для политиков. Особенно для политиков. Но если они хотят сохраниться, как мы видели на примере Навального, может быть, лучше всё-таки стоит и сохраниться. А то останется один Путин, и всё.